Ветеран Великой Отечественной войны Курванали Тойчеев во время войны дошел до Берлина и вернулся на родину с победой. Старик даже подумать не мог, что и в мирное время ему придется воевать и держать оборону. В начале 2000-х дедушки в нескольких километрах от его дома выдали землю исключительно под сельхознужной. Ветеран разбил на участке ореховый сад, посадил десятки плодовых деревьев. Все было хорошо до тех пор, пока дедушка Курванали не заболел. На полгода сад остался без хозяйского глаза. За это время неизвестные практически уничтожили сад ветерана, а на 35 сотках возвели двухэтажку. Я говорю, ты все это дело ликвидировал, меня хорошим гахама. Он говорит, пусть и дом будет твой, но я этот лес, который ликвидировал, я не восстановлю и ушел. Господин Абдулаев оказался на редкость проворным. Чтобы заместить следы, он умудрился продать чужой участок третьим лицам, а сам скрылся. После такого поворота событий ветеран и обратился в суд. Захватили нашу землю незаконно некий Абдулаев Исмаил, построил там двухэтажный дом, коттедж, наподобие того, что, вот сейчас вы увидите, по-моему, дачного коттеджа. Мы общались с этим человеком, он нам предлагает какие-то чужие земли, а нам не нужна. Вот у нас госакт, и тем более эта земля оформлена как крестьянского хозяйства. Нам обидно то, что не пять соток земли мы бы не боролись бы, не десять соток земли, а захватил наглым образом 37 соток земли. В Толибийском Акимате давать интервью нам категорически отказали, сославшись на то, что суд уже прошел, и Акимат тут ни при чем. На вопрос, как получилось, что документы на один участок, оформленный на двух хозяев, нам ответить не смогли. А никто не контролирует, там стоит дом, не стоит. Контролирует, все из каких? Это его, что он не контролирует. Сейчас, знаешь, как сказать, месяц он не ездит, через месяц поедет. Чего только не видишь? Как грибы рассуждены. Не дождавшись конкретного ответа, мы попытались поговорить с новым хозяином. Дома его не оказалось. По телефону получить внятного ответа также не удалось. Ну, эта земля брошенная, внизу, их земля внизу стоит. Один гектар 41 соток. А вот этот гектар, который стоит, двухэтажный дом Мельчарма, я это купил. 2015 год купил. У кого? Я купил у Исмаила имя, а фамилию сейчас скажу по моему. Дома стоит, все документы надо делать. Вы сперва узнаете правду, потом уже начинаете такие вещи говорить. В этом году вот пахали его. Ну, перепахивали трактором. А почему он, что заброшенный? Ну, я не знаю, почему он там, как, почему, потому что вот трава, наверное, растет. Ну, у меня вот яблоки, вон, видите, вот ряд-ряд яблоки. Вот сажанцы на следующий год, они готовы будут. Я их в этом году сажал. У нас времени не было, вот у нас свадьба была. Суда не вышел из-за этого вот так. У меня здесь рабочие живут. Разбомбили они на отдых. Первый суд с Абдулаем Исмаилом судился. Он мне, как, написал заявление, на апелляцию подали. Сказал, что с другой стороны землю даст. С части гектара поменяем конфигурацию. На адвоката 50 тысяч написали мне, чтобы дали. Он все согласился в это время, в этот промышленный, месяц, два, три прошло, он переоформил документы. Год назад суд вынес решение разобрать дом по кирпичикам, съехать с охваченной территории и отдать компенсацию ветерану в размере 50 тысяч тенге. Но оказалось, что решение суда никто выполнять и не спешил. В зале суда нам решили дать разъяснение. Мы вынесли решение, а в областном с ним не согласились. Мы ничего поделать не можем. А почему? Ведь дом сейчас стоит там незаконно. И откуда у него документы на дом при живом хозяине? Мы платим налоги. Я не знаю. Почему вы у меня спрашиваете? Рассказать детали дела судья отказалась. Мол, она этим не занималась, а потому и не знает всей глубины этого вопроса и спешно ориентировалась. Я не вела это дело. Я разъясняю только внуку Тойчиева. Скажите? Почему вы мне не даете интервью, девушка? Вы можете ответить? Впереди не трогайте меня. А, дождь. 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 Почему вы на законы не отвечаете? После того, как нашу съемочную группу буквально выгнали из зала суда, в ситуацию вмешался председатель Толибийского районного суда. Он-то и разъяснил всю суть дела. Взрослый мужчина суд пришел к выводу о том, что ответчиками были нарушены права истца Тойчиева. И незаконно было построено домостроение на его территории. В связи с чем суд удовлетворил исковые требования о сносе данного домостроения. Опять-таки повторюсь, что суд сослался на заключение специалистов. В то, что в справедливость восторжествует ветеран, Курван Али Тойчиев уже не верит. И дело даже не в украденных сотках, а в неуважении к старости и ветеранским орденам и медалям. Сегодня старик обращается к Всевышнему, прося у него милости и правосудия. Живите счастливо. Не забывайте о том, что Бог есть. Бог един. Шуддин Саидов, Амандая Ольбеков, Камила Сайфулина. Информационная служба. Телекомпания. ОТРАР.